Всем привет, меня зовут Настя, простите за долгое отсутствие, мне очень стыдно, честно могу сказать, мне очень стыдно, мне очень жаль. Все, я обещаю, буду появляться чаще. У меня отснят еще один обзорчик, скоро тоже выйдет на ютубе, но сегодня у нас с вами будет обзор на палетку Юка от Наташи Диноны. Очень часто просили, хотя палетка совсем не новая, но я с вами согласна, она однозначно достойна внимания, особенно вот в это вот оранжево-зеленое время года. Как она хороша по колористике, ну скажите. Ну это либо нравится, либо не нравится, да? Я знаю, что очень многие девочки на себе такие оттенки, в принципе, неприемные, им это совершенно неинтересно, им нравится похолоднее, посерее. Я люблю, мне это очень прям по душе. Очень комплементарные оттенки теплой внешности, и я из этих, да, как вы понимаете. В общем, у нас будет пять макияжей, я использовала все оттенки, максимально подробно вынесла свое резюме относительно всего произошедшего. Как всегда, мои обзоры самые дотошные, самые подробные, вы сами все прекрасно знаете, так что впереди у вас будет макияжный фильм на 50 минут. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору палетки, я не могу оставить вас без аромобокса. И в этот раз у нас будет монобрендовый бокс бренда Тициана Теренси. Я не была знакома с ароматом кирки, теперь я все осознала. Я осознала, почему про него так много пишут, и все это в основном не в хорошем ключе, потому что это что-то супер ядреное. Я понимала, что это какая-то жесть, но меня, честно говоря, редко может что-то смутить в ароматах. Я могу пшикаться совершенно разными штуками, которые многие считают неносибельными, но здесь даже я выпала, скажу честно. И первое будет непосредственно кирке. Я бы писала маленькое резюме про каждый аромат, потому что если я сейчас начну всем этим пшикаться, чтобы обновлять, да, свои какие-то воспоминания в памяти, я умру в этой комнате, скорее всего. Вот буквально сразу, как только закончится съемка, я упаду и больше не встану, потому что это жесть. Ну как, это не жесть, нет, там есть нормальные носибельные ароматы, на мой вкус опять же, но в основном это все очень-очень ядрено. Больше одного пшика делать не советую никому. По наполнению наших с вами отливантов видно, что я пшикалась. Всем причем, чем-то даже чуть больше, чем остальным. Можно я не буду кирки пшикать, пожалуйста, а то это все. Дальше остальные 7 ароматов просто мы с вами не услышим. Кирки. На самом деле сложно разобрать этот аромат по нотам каким-то, по аккордам. У нас был консилиум. Мы с мамой и с моей тетей, значит, сидели и вынюхивали, чем же пахнет кирка. В общем, вот у вас здесь на экране флакончик от этого аромата. Сейчас вы видите, ой, господи, я не могу, ноты и аккорды. В общем, на самом-то деле кирки пахнет таким базаром фруктовым с гниющими фруктами. Но все это еще перемежается с какой-то морской тематикой. Здесь есть нота песка и вот, скорее всего, этот песок и дает нам какую-то отсылку к чему-то морскому. Но на самом деле вот так вот, да, мельком, если понюхать, то вообще непонятно. Просто пахнет очень сильно. Всем сразу как будто бы. Это такой очень женский аромат, очень такой серьезный. Но я вас умоляю, пожалуйста, мои хорошие, я сама люблю попшикаться, конечно, прям вот политься вот так вот из пульвика. Зачем так много поливаться ароматом, который и так очень сильно пахнет? Ладно какой-нибудь аквалигорией политься. Прям с ног до головы пшиков в 10 можно сделать, даже больше. Но здесь один, и это все смертоубийство. Умри, все живое. Короче, кирки это мощно. Вот для тех, кому нравится восток прям такой, какой-то вот такой вайб, знаете, прям ты заходишь в комнату, и прям вот этот аромат, он тебя заносит туда. То есть это не ты его носишь, а это он тебя носит. Вот так вот. Очень своеобразная вещь. Дальше Андромеда. Андромеда мне понравилась гораздо больше, кстати говоря, но у нее есть вот эта вот киркинская база. Остается оно на коже в базе точно тем же, что и киркин. Эта база, кстати, мне очень не нравится, она напоминает мне манталь немножко. Вот такая прям жесть какая-то такая. Нет, это для меня перебор однозначно. У меня начинает раскалываться голова, и Андромеда на старте прикольная, но потом я пыталась ее перепшикать чем-то другим. По-моему, это был Энджел Шер Киллиан. И в итоге Энджел Шер улетел через 10 минут, осталась опять Андромеда. Она такая вот мощная. Тоже пахнет такой сильной женщиной, такая сильная женщина, мощная такая. Вот она прям бой-баба. Девочка на себя такой не пшикнет, на себя такой пшикнет только женщина. Мне кажется, на мой вкус опять же. У меня от него очень сильно щекочет в носу, я прям не могу. Это прям вот это вот, знаете, прям мне вдыхать это некомфортно. Я могу сказать так. Едем дальше. Вэлы. Вэлы у нас такой беленький флакон, серенький флакончик. К этому мы переходим, может, к более-менее адекватным ароматам. Пахнет, знаете, как будто бы ты отмыла всю квартиру, сама сходила, помылась. У тебя все по полочкам. Идеальная чистота, знаете, такая даже до безумия немножечко. Как мы это назвали? Запах свободы от бытов. Все, ты все сделала, ты сидишь, у тебя все кипенно-белое. Ты просто навела максимальный порядок, и не дай бог кто-нибудь. Это уже пахнет прям даже, ну, неплохо, возможно. Ты сидишь, нет, ты, наверное, даже лежишь в чистой кровати и наслаждаешься тем, что ты все сделала. Все. Но есть здесь, знаете, какая-то горчинка. Горечь того, что ты просто устала, блин. Это хорошо. Вот в Элле я, наверное, даже бы носила. Дальше у нас аромат Афродиты, и это пахнет уже этот. Сейчас скажу. Ну, кондиционер для белья. Был Ленор, кажется, альпийские луга, вот что-то такое. Афродиты, это реально концентрат какого-то кондиционера. Ну, тоже запах чистоты, но он менее гидрёный, чем в Элле. Афродиты прикольные. Цветочки тут есть какие-то хорошенькие такие. Я не люблю цветочный аромат, но классно, хорошие. Афродиты и в Элле, о, класс, лайк. Далее у нас аромат Казанова. Я уже начала их пшикать, потому что, в принципе, эти ароматы безопасны. Казанова, это очень пудровая история. Очень жасминовая и очень пудровая. Я жасмин не люблю, пудровые ароматы более-менее могу воспринимать. Но это прям переборчик такой на мой вкус. Но, в принципе, вполне носибельно. То есть, я понимаю сейчас, что я на улице, в принципе, его иногда слышу от людей. Какой-то распространённый запах, мне кажется. Я такое много где слышала. Возможно, это был именно он. Я просто не знала. Но Казанова, это прям пудрятина такая. Вот пахнет немножко косметичкой старенькой. Вот это вот мне не нравится. Запахи старой косметики. Не моя история. Далее у нас Бьянка Пуро. Вы знаете, обычный аромат. Пахнет специями. Пахнет тоже как-то чисто. Как будто бы есть какая-то лаванда. Может быть, какой-то шафран. Вот что-то вот такое. Ну, какая-то специевость есть такая. Тоже нос щекочет, но приятно достаточно. Вот это вот приятно щекочет нос, в отличие от Андромеда. Андромеда, это жесть. А здесь тоже чистенький запах. Но это как-то вот очень обычно. Но, в принципе, после кирки это вполне приятно. Но не топовый отсюда. Он просто приличный. Но я бы такое носить точно не стала. Дальше у нас Морема. Тоже какой-то чистый аромат. Я не могу. Они все какие-то чистые. Знаете, на контрасте, опять же, с первыми двумя это очень странно. Я от Телесанда Терренти вообще ожидала, честно говоря, другого. Думала, что там все будет какой-то вот такой прям ядреный. Это ядреные ароматы. Просто они ядреные, но какие-то сглаженные. Мне не нравится какая-то... Какая-то тухлятинка, что ли, есть немножко. Где-то там за этой чистотой лежит под раковиной мокрая тухлая тряпка, которой, возможно, мыли полы. Пахнет еще, знаете, в отелях. Вот такой вот запах, мне кажется, какой-то. Но здесь аромат делится на две части. Хорошая часть, приятная, это вот запах отеля. А неприятная часть, это тухлая тряпка. Такой аромат контраст. Я бы такой носить тоже не стала. Последний аромат у нас спирито фиорентино, йод. Вот знаете, это бакара на минималках. Если бакара рушь 540, она такая многогранная, там реально можно разнюхать этих петушков и эту землянику. И йод можно разнюхать. Кому что, здесь только йод. Прям вот в банку йода вот так нос засовываешь, и вот так вот оно и пахнет. Какое-то еще пахнет шерстяной стелькой, мокрой. Ничего приятного, честно говоря, ничего приятного здесь нет. Первое, что здесь есть, это очень реалистичный запах йода. В принципе, кому в бакаре нравится запах йода, то можно прийти сюда, и здесь он будет в чистом виде. Без всяких земляника и петушков. Просто йод. Мои фавориты это Велли и Афродита. Я знаю людей, которым прям нравится бренд Тициана Терренти. Я к ним не отношусь, если что. Познакомиться было необходимо, потому что бренд достаточно громкий и известный. Мне давно хотелось как-то вот обонять все это дело, кирки в конце концов занюхнуть. Наконец-то это свершилось. В этом случае я очень благодарна, что это арома бокса, не какой-нибудь полноразмерный аромат, который куда-то надо будет потом еще и деть. Потому что это жесть. На мой вкус, это абсолютная стопроцентная жесть. Я бы ничего, наверное, не стала покупать себе вообще в принципе из того, что я послушала. Потому что эти ароматы, может быть, я пока еще до них не доросла. Потому что они у меня ассоциируются прям с каким-то статусом. Прям вот такого. Ну, прям вот так. Пожалуйста, не перебарщивайте с Национой Терренти. Я вас заклинаю. Если вы носите, пожалуйста, пощадите. На rendezvous.ru можно найти не только монобрендовые боксы, но еще и по каким-то интересующим вас нотам, по сезонам, по знаком зодиака. Может быть, вы хотите себе бокс, чтобы ходить на работу или заниматься в спортивном зале. И арома бокса это отличный подарок не только кому-то, но и себе. Чтобы расширить свой парфюмерный кругозор и, может быть, узнать какие-то новые бренды или влюбиться в какой-то запах, который станет потом вашим парфюмерным я. Также сегодня, 7 октября, начинается акция на миниатюры 8 миллилитров. Она будет длиться по 9 число включительно, так что переходите на мой телеграм-канал и там сделаю пост со своими любимыми ароматами, которые вы можете попробовать в данном формате. И, конечно же, с моим промокодом 10 нами покупки станут еще приятнее на минус 10%. Он действует на покупки от 2,5 тысяч рублей и суммируется с остальными акциями на сайте. Так что смотрите внизу в описании, будут все ссылочки и, конечно же, сам промокод. И на этом все. Не смей вас больше задерживать. Давайте же скорее переходить к основной части этого видео. Я сегодня шла домой и думала, на что будет снять обзор. Поняла, что ничего актуальнее, чем эта палетка в начале осени быть не может. Пока что у нас не особо вот такие вот цвета на улице превалируют, да, всякие такие оранжевые, жухленькие какие-то зелененькие. Пока еще солнце слепит на улице плюс 25 градусов. Но знаете что? Наверное, к моменту выхода этого ролика на YouTube уже будет максимальная актуалочка. Я сделала свочи всех оттенков. Это у нас две кремовые текстуры, такие как кремовые cream to powder, вот эти вот диноновские. Их всего в палетке две. Также вот все сияхи, которые есть в палетке, все спарклы. Их тут не так уж и много. Здесь, конечно, больше по матовым оттенкам. У меня такие свочи, конечно же, знаете, ну как обычно. Я особо, знаете, не стараюсь, не вырисовываю. Мне интересно просто мазнуть на руку, посмотреть цвет и вообще, в принципе, ну какую-то вот текстурочку, да, понять. Что, собственно, я и сделала. На самом деле оттенки достаточно близкие друг к другу. То есть вот если посмотреть на первый и третий, которые сразу после яркого вот этого вот желтого, ну как желтого, лимонного, не знаю, какой он, лаймовый цвет. Хрен знает, короче, что это за цвет. В общем, если посмотреть на вот этот и вот этот оттенки, вот эти вот, да, они очень похожи. Больше я сходств особых не вижу. Они хорошо все дополняют друг друга. И вот этот мне нравится акцентик, да, такой у нас зелененький. Сводчи посмотрели, значит, могу стирать. Я не люблю какими на руке вот это все. Я не знаю, что мы сегодня с вами будем делать, но я планирую снять три макияжа, потому что я что-то вчера ничего не делала. И мне надо срочно, знаете, чувство вины за свое безделье немножечко это самое притупить и хорошенько сегодня поработать. Такой вот у меня план, моя хорошая. Мне, конечно же, хочется сделать макияж с каждой сияшкой в главной роли, естественно. Ну и там вот где-то мы обыграем вокруг этих сияшек каждый матовый оттенок. Я думаю, что мы справимся. Вообще, этой палеткой несколько раз пользовалась просто так, потому что мне хотелось. Я вообще собираюсь немножко почистить свою коллекцию Диноны, но ее продавать точно не буду. Я, кстати, продала, наконец, трехром-палетку на Авито. Ура, ура! Какой бы оттенок нам взять отсюда первым для складки? Вы знаете, давайте начнем прямо с середины. Вот этот вот оттенок Вэль... Вали... Вали... Вали это деревня. Воли... Как это произносится? Давайте мы... Сейчас возьмем и посмотрим. Вали. А ЮК вариант? Вали. Вали. Ну, вы поняли. Я была где-то там, где-то рядом, где-то совсем близко. Оттенок Вали. Я уже забыла, как правильно. Я нанесу в складку век, как и сказала. Что это такое? Это у меня база по тени немножко легла. Да, как-то так странненько. Оттенок вообще выглядит немножко каким-то, знаете, даже как будто с разодинкой, с легкой в палетке. На мне что-то как-то не очень. Просто горчица такая. Хорошая, симпатичная горчица. Я работаю кистью Китти от Небледной, естественно. Может, предлагаю сделать немножко посветлее, да? Вот так вот, как будто бы получше. Что-то у меня какие-то... Что это за пятна трупные непонятные? Не понимаю, как это так получилось. У меня какая-то залипонка будто из-за базы происходит, да? Есть такая иллюзия. Ладно, в складке-то все хорошо. Это главное. Там у нас сияха будет. Так что не будем застряться на этом. Хотя очень хочется. Что это такое? Я наслаиваю на внешнюю часть глаза оттенок. Вообще, знаете, работаю, не думаю. Делаю по инерции. И все, смотрите, как хорошо смотрится. Нравятся мне эти палеточки, конечно, от Динона. Они вот все какие-то в основном беспроблемные. Есть какая-то одна зараза обычная, типа коричневая. Что странно, типа темно-коричневые оттенки в Диноне мне не очень нравятся. Но в основном тенюхи у нее, конечно, вот такие вот. Легкие в обращении. Очень коммерческие цвета. Я вот туда увожу все в висок. Смотрите, какая оттяжечка красивая. И вообще все так хорошо и красиво. Ну просто сказка. Ну просто прелесть. Я хочу взять текстурочку кремовую. Давайте возьмем вот это Калатея. Калатея. Как это переводится? Это растение. Вот такое. Калатея, собственно говоря. Вот оно. Пожалуйста. Ликбес у нас здесь происходит. В общем, я беру оттенок Калатея. Это вот такой вот у нас темно-зеленый. Крем-то-паудер текстура. Поэтому набираю плотно набитый синтетикой. И наношу Калатею на внешний уголок. Как будто эта текстурочка немножечко, знаете, как-то подзасохла. Тяжеловато наносится. И не очень-то и набирается. Но сочетание красивое, кстати. Я наношу этот крем, чтобы на крем нанести потом какой-нибудь другой матовый оттенок. Ну, типа делаю подложку. Соответственно, оттенок, который я нанесу сверху, немножко трансформируется. Он не будет таким, как в палетке. Но будет у нас такая зеленоватая база. Ну, и плотность изменится, конечно. Хотя вот база что-то не особо плотная. Поэтому, не знаю, делаю ли я хуже или лучше для этого макияжа, нанося вот это вот все на внешний угол. Наносится хорошо, в общем-то. Но я уже раз четвертый залезаю в рефил. И знаете, как я там ковыряюсь? Прям вот так вот. Вообще не щадя палетку. Ну и как-то, знаете ли, цвета больше не становится. Слушайте, купила себе парфюм новый. И я, когда крашусь, я вот так вот рукой делаю, как бы кистью двигаю. И у меня так вкусно пахнет от руки. Это просто трэш. Это Пенхаллиганс Ясмин. Из портретной коллекции Кошка. Так вкусно пахнет, ну просто. Я немножко и в складку добавляю этого цвета. Ну, знаете, добавляю. То есть делаю какую-то такую, как это, иллюзию присутствия. Но красиво, скажите, да? Все красиво выглядит. Растушевка идеальная. Да, крем-то павдер. Крем-то павдер не очень как-то сработал круто. Потому что я помню, какие эти текстуры были мягкие, когда палетка свежая. Здесь как будто бы она успела подпортиться. Ну ладно, простим я это, наверное. Я бы взяла еще легко набитую кисть, типа Майклэра 19, оттенок цитрин. И прошлась бы под бровью добавить немножко лимончика. Ой, слушайте, а как классно получается. Вообще, как будто бы, да, мы наш оттенок, вот этот вот горчичный первый, мы его превращаем во что-то совершенно другое, в другую гамму. Я бы еще на эту же кисть набрала оттенка Вэлли. Дополнила бы его в складке. Прямо на эту же Майклэр. Реально, такая классная осенняя палетка. Теперь надо решить, что мы будем делать на внешнем уголке. Вариантов здесь как будто бы раз-два и обчелся. Мне кажется, что из очевидных будет вот этот вот вариантик. Давайте мы его и нанесем. Что мы будем сейчас это? Это самое-то. На зеленую подложку зеленоватый оттенок. Ну что может быть логичнее? Мы, конечно же, его рассмотрим потом и еще уже в главной роли, потому что он очень интересный. Мне кажется, такие цвета надо обязательно проверять, когда они вот эти выбиваются из гаммы. Посмотреть, на что он будет способен. И я также по стопам нашего Крим Топаудер оттенка в складку тоже захожу этим цветом. Слушайте, так красиво получается. Ну просто настоящее наслаждение. Хоть бы какая-то проблемка была, хоть бы загвоздочка какая-то в этих тенях. Пока что все слишком хорошо. И подтушевываю этой Майклэр. Не набираю никаких цветов. Вот прям тушую все совсем. Блин, такой градиент получился мощный. Просто посмотрите на это. Самый ответственный момент, какую бы нам взять сюда сияху. Я бы взяла прям, знаете, прям вот эту вот, наверное. Никаких подложек, вообще ничего не буду брать. Прям набираю оттенок Макия на кисть от ZEVA 234. Мягкий такой классный спаркл. И прохожусь. Очень красиво. Очень красиво. Классная такая, роз и блесток. Не плотно, хотя я уверена, что можно как бы нанести и так, что не будет видно никакого просвета. Но мне вот здесь хочется соблюсти вот такую вот немножечко. Вуальную. Хотя можно ли это назвать вуальным вообще? Вуальную историю, хотела сказать. Что-то я на нижнее веко немножко подзабила, да, и не решила, что мы там будем делать. Давайте возьмем оттенок флекс, вот этот вот коричневый. И я полностью им делаю нижнее веко. Втушевываю в зелень слегонца, вот так вот. Ну, коричневый с зеленым без проблем, в принципе, рядом встанут. Вот плотно укладываю. И вот можно оттеночком типу вот этим потушевать границы коричневых. На внутренний уголок мы возьмем оттенок Ray. Ну, и по нижнему веку тоже растянем, конечно. Почему именно его я взяла? Потому что он такой искрящийся сатинчик, но не спаркл, да. У него нет таких каких-то единичных блесток такой, он цельный. И его вот так хорошо прям в уголок нанести. Ну, вот наш первый макияж готов. Тушевки идеальные, колористика неподражаемая абсолютно. Я не могу вас отговорить от покупки этой палетки. Если вы смотрите этот ролик для этого, боюсь, что нам нужно расстаться. Ну, это просто очень красиво. Приступаем ко второму глазу. Мне кажется, с момента макияжа вот этого глаза прошло часа три. Я что-то сегодня вообще не могу собраться. Но я вернулась. И мы еще будем краситься потом, потому что, опять же, отбиваем вчерашнее безделье. Так, оттенок Willow, вот этот вот наш бирюзовый, я набираю на кисть Manly Pro 58. И просто вот так вот. Слушайте, у меня тут уже века вспотело, кстати говоря. Промайкиваю пальчиком, хотя бы убираю влагу излишнюю. И я наношу в складку века этот оттенок чисто ганом. Ой, а что это у меня такое на лице интересное? Наносим, короче, этот цвет, что я задумалась. И не комментируем совсем ничего. Но он работает отлично. Все как по маслу. Смотрите сами, в общем-то, все прекрасно видно. Работа оттенка, мне кажется, очень даже достойная. Хотя вот видите, да, что-то какая-то хрень. Мне кажется, это из-за того, что у меня века пожило свою жизнь уже. И оно у меня не свежее, как бы, да, такое. И оно у меня было не свежее. Либо оттенок как-то окисляется, да, видите, он травянисто-зеленым стал почему-то в одном месте, а в другом он бирюзовый. Как-то это странно. Причем, как будто бы он реально трансформируется. Непонятно. Но он не идеальный, да, что-то в нем есть, какой-то затык. Но, в общем-то, когда мы несем сияху, вообще ничего не будет видно. Но видите, он как будто бы подзбивается в более плотные такие сосиски, как это сказать. И при наслоении он будто бы реально окисляется. Любопытно. Мы не можем не взять оттенок каму-каму, вот этот вот, и не вовлечь его в эту аферу. Смотрите, как красиво они сейчас будут друг в друга втушевываться. Получается такой кислотный аж цвет зеленый. Я работаю кистью My Love от Pony Roma под номером А11. Посмотрите, какая получается история цветовая, да? Казалось бы, такие здесь оттенки, рыжие, коричневые, но вот что можно получить, если очень постараться. Хотя нет, очень стараться не надо. В принципе, получается это само по себе. Тушевочки мягкие, воздушные. Все, мне кажется, здесь хорошо и красиво получается. Давайте мы вот этот оттенок флакс возьмем на чистую сторону кисти, вот этой же My Love, и сделаем такую вот историю здесь. Такая вот у меня получается штучка. Я бы вот эту вот графичность убрала. Оттенком Каму-Каму здесь немножко смягчаю все это. Каму-Каму это который у нас лимонненький такой. И все красиво подсмягчается. Вот здесь вот тоже что-то хочется потушевать мне. Такой получается прикольный по колористике макияжик. На эту же кисточку набиваю коричневую. Кстати, кисть от Ваеводины под номером 1.1. Такая синтетика упругая, но хорошо тушует при этом. Красиво, да, получилось? И мне как будто бы совсем не хочется делать сюда нижнее веко. Возьму сияху вот эту. Или вот эту, кстати. Просто вот эту вот сияху серебристую вот сюда очень сложно вписать вообще в эту палетку. Она здесь смотрится достаточно инородно. И мне кажется, что в этот мейк она могла бы зайти. Давайте попробуем немножко нанести на внешнюю часть глаза вот сюда. Типа подтушуем в коричневый. Называется оттенок Элизиан. Что-то мне кажется, что эта сияха и сюда не особо-то и заходит. Но мы ее как бы использовали, да? Галочкой отметили. Использовано было. Оно симпатичное. Мне кажется, что из этой палетки вписывается только в коричневый цвет, в матовый. Потому что будет смотреться инородно из-за того, что достаточно прохладный на мой вкус этот цвет. А все остальное очень теплое. Ну давайте возьмем оттенок Палантазия на оставшиеся века. Ну да, он такой вот зелененьким немножко. И вообще дохромет еще розовый. Вот так вот я это делаю. Тоже достаточно вуально, но можно в принципе и наслойить. Ну здесь база такая, видите? Она как бы такая кирпично-розоватая. Но на коже она совершенно не видна. Ей кажется, как будто блестки просто на такой едва бежевой подложке. Но я прям вот так немножко поверх, видите, наношу. Специально, чтобы это было роз эмбрюльянтов. Также на маленькую кисть набираю этот же цвет. И вот знаете, прям уплотняю в уголочке. Хочется посмотреть, как он будет смотреться в своей максимальной концентрации. Я прям сюда его уже четвертый раз наслаиваю. Ну, что-то типа такого. Да, мне нравится этот макияж. Оставим его в таком виде. Не будем нижнее веко делать не потому, что мне лень или еще что-то. А просто потому, что мне и так реально нравится. Я еще вот это вот местечко сейчас подтушу оттенком каму-каму. Осталось убрать осыпание. И я вернусь к вам презентовать готовые два макияжа. Итак, смотрим на макияж при жестком свете. Очень красиво и по колористике, и по вообще сияхам. Но все очень лаконично, очень деликатно. Несмотря на то, что здесь у нас яркая тушевка, все равно макияж выглядит очень как-то сдержанно. И очень носибельно. То есть, такое сделать себе на обычный каждый день, почему бы и нет. Очень-очень какие-то они манящие по цветам. Очень как-то это выглядит красиво. Очень лаконично. Очень дорого-богато, роскошно, потрясающе, невероятно великолепно. У Наташи Диноны в этой палетке цвета, вот колористика, она просто, ну она шикарная. Ну, вам такое либо нравится, либо не нравится. Я не уверена, как это будет смотреться на девочках с холодной кожей, да, с холодным подтоном. Потому что на мне, на теплый, это гармонично. Это втушевывается мне в кожу. Если у вас подтон очень холодный, то, возможно, это будет смотреться немножко инородно. Но это нормально, да. На мне холодный макияж, зачастую, смотрятся очень инородные. Серые, холодные оттенки в меня не втушевываются просто. Они выглядят грязно. Но здесь у меня нет никаких проблем. Это прям мое. Это мне так нравится. Я люблю рыжие тени, вот эти вот теплые, какие-то охровые оттенки. И меня ничего не смущает. Я не сделала себе черные стрелки. Я сделала себе очень такие подрастушеванные коричневым карандашом. Внутренние я также сделала себе карандашом. И немножко маркером для бровей вытянула сами вот эти вот острые кусочки. Как кусочки? У меня есть такая туша еще от Сергея Наумова. Мне прислали три туши новые. Это коричневый оттенок, также есть черный. И оттенок Syndicate. Давайте посмотрим, что это за цвет. Потому что непонятно. А, бордовый. О, блин. Надо было бордовую, наверное, накрасить. Ну ладно. Это не последние макияжи. Давайте посмотрим на цвет туши. Мне просто прислали в подарок пиар-рассылку. Давайте вот тычок делаем. Но она такая, как фиолетовая, что ли, больше. Вот в растушевке цвет вот такой. Уже зафиксировалась почти. Но это прям такая какая-то розовинка-фиолетовинка бордовый. Надо смотреть на глазах, так ничего не понятно. Я думаю, следующих макияжей сделаем. Вот тут у меня коричневая тушь, здесь у меня черная. Черная у меня это остатки туши от Исамайи. Но это прям реально уже остатки. Она уже почти не красит. Она мне насколько нравилась, когда была свежая. Сейчас уже все. Давайте, знаете, что мы сейчас сделаем вместе с вами? Вот возьмемся за руки. Возьмем, да и выбросим ее. Потому что, ну, с другой стороны, видите, тут еще вот как будто бы даже продукт такой нормальный. Да, то есть она не засохшая. А зачем я вообще растушевываю тушь? Что я делаю? Матерь Божья. Я хотела вам показать, что вот смотрите, она засохла. А она как будто бы даже, знаете, и не засохла вовсе. Так, вот тут у меня. Где у меня? А, это коричневый глаз. Вот это черный, да? Не могу я его. Рука не поднимается. Вот когда она совсем засохнет, станет каменной, тогда я подумаю, видимо. Нет, не смогла я, мои хорошие. Не смогла. Так, что у меня накрашено на лице? Конечно, кремовый контур-бронзер. Это Fenty Beauty в оттенке 03 Macchiato. Там дальше обязательно сухой скульптур у меня от бренда Chic запеченный. В качестве румяна у меня вот эта вот бальзамная часть румян от бренда Semi Haze в оттенке 02 Tropic. Красиво они, конечно, выглядят на коже, но на жирной коже они прям блестят слишком сильно. Муссовая сторона мне нравится куда больше, она носибленнее, по крайней мере, опять же, для моего типа кожи. На губах у меня карандаш от NYX, прости господи, лет ему сколько, в оттенке я даже не... А, Nude Truffle. И на губах у меня NYX нескольких помад из палетки Воеводины, это 02 оттенок палитры. И здесь я использовала вот этот вот оттеночек, вот этот вот, и самый светлый на серединку нанесла для высветления. Во слизистых у меня карандаши также очень интересные. Вообще-то здесь парис находится, такая желтая, которая в итоге выглядит как зеленая, но вообще-то она желтая. Такая парисочка, такой цвет, красивый выглядит в этом макияже. И в верхней слизистой у меня карандаш Бернович коричневый, это 02 оттенок. И здесь тоже Бернович коричневый, а в нижней слизистой Бернович 03. Вот такое вот у меня комбо сегодня. Такие у меня простенькие, но очень красивые макияжи. Ну скажите, красивое сочетание. Кстати говоря, так уже и не скажешь, у нас здесь была какая-то другая сияха на внешней части глаза, да? Как будто там просто одна. Ну нет, там более серая, а дальше уже вот такая дуахромная, немножко дуахромная. Кстати говоря, давайте посмотрим на дуахром. Смотрим, ну я бы не сказала, конечно. Что-то как-то... Ну красиво, но не дуахром это совершенно. Но можно, можно нафантазировать себе все что угодно, но по факту нет. Нет, давайте не будем называть это таким громким словом. Я думаю, что больше рассказать мне вам нечего, поэтому давайте же скорее посмотрим на эти макияжи с камеры мобильного телефона. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Этот глаз очень гармоничный, очень красиво. Сюда коричневое затемление зашло отлично. В принципе, никаких проблем с этим, ну типа бирюзовым цветом нет. У меня здесь пару прыщиков, и они выдают вот эти вот места типа как пятнышки. К сожалению, это не тушевка. Сияха симпатичная, но не более. Здесь вот более серый вид, да, здесь такая слегка дуахромящая. Ладно, он тут все-таки есть, но это номинально. Здесь мне нравятся вот эти вот насыщенные, яркие вот эти вот осенние цвета. Как глубокая зелень такая вот темная. Вот этот вот цвет жухлы листвы. Ну это правда красиво. И все здесь прям идеально вообще. Обожаю эти цвета, мне очень нравится эстетика. Так, в общем, такие простые макияжики, благодаря которым мы рассмотрели несколько матовых и, можно сказать, две сияхи прям полноценно. Ну, серую тоже, в принципе, рассмотрели, просто в другом моменте, что мы ее не задействовали в полной мере, потому что она просто не подходит. А, у нас здесь вот серая, да, да, здесь у нас серая. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Это самое главное. Что-то мне сегодня не пряту второй круг. Лучше за вдохновение сяду и досниму этот обзорчик завтра. В принципе, я думаю, что еще два макияжа здесь более чем достаточно для того, чтобы рассмотреть всю эту палетку. В общем, рассказываю, что происходит. Время почти 4 часа утра. Я выпила около литра Red Bull. Вообще энергетики, честно, вообще не пью. Вообще прям. Меня штырит не по-детски, скажем прямо. Потому что я в обычной жизни не употребляю подобные напитки. Но когда мне нужно чего-то много сделать, то я могу упиться и просто вот с таким вот глазами, с трясущимися руками сидеть и, в общем, заниматься делами. Вообще, я подумала, что было бы правильнее пойти спать, но я не усну. Поэтому давайте мы сделаем еще два макияжа с палеткой Юка от Наташи Динона. Потому что, ну зачем вот это вот время, знаете, тратить просто, глядя в потолок? Зачем? Чтобы что? Надо проводить время с пользой, если так сложилось. Мне просто надо было сегодня сделать огромный пласт работ. И вот я только что закончила его делать. И просто вот эти вот глаза на выкате. И я пришла к вам показывать макияж. Мне хочется залезть в оттенок фуши. Фуши – это наш оранжевый этот вот, который крем-то-паудер текстуры. Я хотела бы нанести его, ну, допустим, куда-нибудь в складку. Снова креатива не ждем. Делаем обычные макияжики. Но красивые, конечно. Оттенок фуши какой-то очень такой лайтовый. Опять, набирается еле-еле душа в теле. Но в целом, кто мне может писать, кроме мужа в 4 часа утра? Потому что муж тоже не спит. У него через час начинается рабочая смена, а он не ложился. Цвет симпатичный такой какой-то, знаете, неприметный. В качестве подложки под оттенки из палетки почему бы и нет. Видимо, прорабатываю себе вообще всю складку этим оттенком. Но, конечно, в соло его использовать без вариантов. Но он безликий совершенно. Нужно его чем-то закреплять. Я бы взяла оттенок иксия. Вот этот вот мне нравится. Набираю его на ките. Таблокисть эмбер от небледной – это ките. И смотрим, как оттенок иксия смотрится на этой подложке. А давайте вот сюда нанесем без подложки. Такой вот немножечко у нас будет сейчас эксперимент. Конечно, гораздо более ярко и прям оранжево это смотрится на нашем фуши. Да, есть, конечно, разница. Во-первых, сразу плотность какая цвета. Подложка может быть не яркая, но она все равно задает совершенно другой вообще оттенок к последующему цвету. И, конечно же, он ложится более плотно. Что мы, собственно говоря, отлично видим. Здесь вот разница и сразу переходит в яркий, насыщенный цвет. Дальше беру оттенок цитрин. Где-нибудь вот здесь его добавляю. Знаете, так что-то мне хочется. Немножко в растушевке, в висок добавить какого-то интересного цвета. Такой получается какой-то лисий огненный хвост. И, знаете, как будто даже не хочется делать затемнение. Хочется что-то вот такое вот бахнуть интересное. Как-то прикольный получается переход. Я обычно всегда, в 100% случаев, делаю внешний угол более темным. Но здесь что-то как будто бы можно бы обыграть. Красиво, скажите, сочетаются цвета. Цитрин такой небанальный совершенно. Грязно-желтый с зеленцой. И плотный такой. Очень интересные цвета здесь, конечно, собраны. Оттенок колотея наш уже знакомый. Вот этот вот крем-то паудр зеленый на нижнее веко нанесем. Набирается он на кисть, конечно, весьма посредственно. Вот такую текстуру, кстати, можно наносить немножечко и на сухие тени. То есть нет конфликта интересов. Обычно кремовые текстуры на сухие сверху не наносятся. Но здесь такой крем, знаете, что он не растопит нам сухую текстуру. Он ее никуда не смажет. Он очень даже симпатично может наслаиваться. Смотрите. Немного такой вайп попугаячий слегка. Оттенок каму-каму. Я наношу на внутреннюю часть глаза. Типа высветление делаем такое. Подсвечиваем внутренний уголок. Кстати, очень хорошо для этой цели подходит. Он такой плотненький, хороший, прям класс. Подсмешиваю с оттенком, как он, иксия. И на подвижку хочется мне вот этот вот взять оттенок. Самый такой гладенький из всех. Остальные прям блестки-блестки. А это сатинчик. Ну, хотя не такой уж он сатинчик. Не такой он, знаете, как это, спарклисты, что ли, как все остальные. Самый мелкодисперсный. Такой получился пестрый, яркий макияж. И давайте попробуем этот оттенок рейсияху нанести пальцем. Немного. Ну или много. Интересно просто максимум нащупать. Как будто бы кистью передается одна треть от возможного пигмента. Ну, вот так уже, кстати, поинтереснее немножко. Я какую-нибудь еще стрелку бы сюда сделала. Такую, может быть, не черную. Какую-нибудь такую, знаете, что-нибудь сделать, в общем, надо. Потому что макияж сам по себе, он такой очень светлый, без единого темного оттенка. И мне хочется здесь жирно как-то обозначить, что у меня вообще-то здесь разрез глаза. Соответственно, здесь будет какая-то, наверное, жирная такая большая-большая стрелка. Ой, я забыла закрепить кремовый этот продукт на нижнем веке. Ну как, не то, что его надо прям закрепить, но как будто бы можно было бы что-то добавить. У нас есть выбор между оттенком Willow и оттенком коричневым. Потому что, ну а что здесь еще можно сделать? Хочется темный цвет. Давайте возьмем Flex наш коричневый. Ну, посмотрим, как он ляжет на этот зеленый. Он 100% будет пробиваться. Так, знаете, немножко притаптываю. Ну, можно сюда капельку добавить тоже. Мне хочется, чтобы зеленца была видна. То есть, видите, да, можно трансформировать оттенки. Был такой достаточно светло-зеленый. Добавили сверху каплю коричневого буквально. И сделали мы какой-то такой красивый новый цвет. Оттеночком Каму-Каму. Я бы вот здесь, знаете, так тоже немножко по границам прошлась. Да, прям той же кисти, в общем-то. Хочется просто вот замешивать для маленьких каких-то цветовых нюансов. Дай бог, конечно, еще будет видно, когда я буду сейчас засыпание убирать это все. Мне еще кажется, что после всех этих манипуляций хочется донаслоить Каму-Каму. Его можно, кстати, успешно приклеить на каком-нибудь базу от Бернович. Чтобы он прям крепко-крепко и плотно сидел на внутреннем уголочке. Смотрите, как классно я обыграла макияж здесь. Да, стрелочкой бургундии. Тушью бургундии. И карандашом бургундии. Но подробнее о том, какие там продукты, узнаете, когда мы доделаем все. Так, я возьму сейчас коричневый оттенок. Посмотрим, как он работает сам по себе. Будем сейчас тушевать от темного к светлому. Набираю оттенок флакс коричневый. Потому что у динона с коричневыми не очень бывает. И лучше было бы его проверить. Набиваю на внешнюю часть глаза, в складку и на место затемнения. Ну, какая-то херобора, честно, происходит. Было видно, что тушуется он достаточно странно. Сейчас вроде норм, но вообще... Вот похоже на типичный диноновский коричневый цвет. Ну ладно, сейчас грех жаловаться, выглядит хорошо. В моменте, знаете, или что-то проскользнуло, я уж успела испугаться. Ну вот есть какая-то штука, да, видите, что он плохо тушуется. На месте каком-то вот он... Но он как будто бы успевает зафиксироваться и вот не тянется. Странная какая-то хрень, короче. Нижний век также оформляю этим цветом. Дальше по складке тоже прохожусь. Наслаиваю на нижний век и на самый наш внешний уголок. Хороший оттенок коричневого, очень подходит к этой гамме. Оттенком акация мы будем это все растушевывать. Я прямо с захлестом залезаю на коричневый цвет. И просто тупо двигаюсь. Акация красивый цвет. Он такой какой-то... Не понимаю, вот что-то между горчицей и зеленью. Прям такая тонкая грань. Сложный цвет, очень красивый. При этом как будто бы такой немножко грязноватый, что ли. Ну здесь все оттенки, они такие какие-то. И на месте стыка получилось, смотрите, очень красивый цвет. Вообще нереальный. Только два оттенка, такое впечатление, что минимум четыре там их. Немножко оттенком цитрин прохожусь на самой границе. И оттенок уиллоу я нанесу в растушевку коричневого цвета. И сюда немножко по границе тоже добавляю его. Все смешиваю между друг другом. Слушайте, мне нравится, как получилось вообще красиво все. Такие цвета прям не банальные. Вот прям вот наслаждение настоящее. И берем нашу последнюю оставшуюся сияху. Вот этот называется оттенок Комореби. Комореби. Что такое Комореби? Непереводимо японское понятие. Комореби красноречиво описывает свет солнечных лучей, проходящих сквозь зеленые листья деревьев. То есть это буквально выглядит вот так вот. Прикольно, слушайте. Познавательно, да, со мной здесь вообще смотреть обзоры палеток. Мы не только тени смотрим, мы еще и просветляемся. Да, Red Bull на меня плохо влияет, конечно. Давайте мы, может быть, знаете, что сделаем? Нанесем на базу Берновича. Потому что мы ничего на базу Берновича не наносили в этом видео пока что. Надо исправляться срочно. Выдавливаю, что-то у меня осталось. И пушистой кистью синтетической наношу. И этой же кистью приклеиваю на глаз. Ой, как красиво. Роскошно. Ну, роскошно. Вообще, я думала, что мы будем такие темные смоки с акцентом. Ну, так все как-то красиво получилось. Ну, здесь темных цветов прям темных нет. Вот кроме этого коричневого. Он здесь самый вообще дарковый. Оттеночек типу вот этот вот. Хочется нанести мне на уголок. Ну, он, конечно, не для высветления. Но так, знаете, немножко тоже какое-то добавить. Хотела сказать говнинки. Плохое слово, нет, не подходит. Ну, вот гамма такая, да, немножко с вот этим вот. Но меня, если что, ничего не смущает. Давайте вот эту вот еще блесточку бахнем на уголок. Сияшки, кстати, могли бы быть как-то и поразначенные. К матовым вообще у меня нет вопросов. Они крутые по цветам вообще, подобраны идеально. Но вот сияшки, ну, короче, да, они все какие-то, знаете, очень около друг друга. Они очень однообразны. Вот какую-нибудь рыжую бы сияшку яркую, огненную. Было бы круто. А здесь все какое-то околозеленое и какой-то серый. Вот смотрите, какая гамма красивая рыжая. Вот она такая рыжая гамма красивая, да. Ты мое сердечко маленькое, вонючее. Давай козюрину достанем тебе из глазика. Вот мне, кстати, не нравится, когда у меня коты лижут. Я понимаю, что это проявление вселенской любви совершенно, но мне не нравится. Во-первых, у меня всегда косметика, какой-то крем, какая-то косметика. Вот это слизывать точно не надо. Какие-то тонеры, тоники, вот это все. Но я не могу этим не мазаться, а он все слизывает. Ему прям все надо, везде все намазано. Не, ну это хорошо, это любовь, с одной стороны. С другой стороны, это просто может быть опасно для здоровья. Крем анализация какого-то с кислотами. Или не крем, а что там с кислотами, ну вы поняли. Я сейчас долго и упорно снимала свочи на вот эту вот палетку помад от Воеводины. Это у нас палеточка во втором оттенке. Первая палеточка, она такая вот и с красным, и с розовым, и с каким-то нюдовым оттенком. Как видите, у меня она не сильно поюзная, но на нее я тоже сделаю такие же свочи. И третья палетка, самая последняя, она вообще розовенькая, такая симпатичная, пока ни разу ее не тыкала. Но все фото губ со всеми оттенками помад будут у меня в телеграм-канале. Знаете, сколько времени? Сейчас я вам скажу. Вообще, на сегодня время 6 утра. Давайте же я вам скорее расскажу, что у меня на глазах. Итак, здесь у меня подводка от бренда Be Noir в оттенке бургунди. Далее, карандаш слизистый Beauty Bomb в оттенке 0.5 из коллекции Hooligans. Тушь у меня здесь бордовая от бренда Сергей Наумов в оттенке Syndicate. Здесь у меня коричневый карандаш от Берновича в верхней и нижней слизистой в оттенке номер 0.2. Лайнер черный, это Stellar Scorpio. Больше вроде бы ничего интересного у меня здесь и нету. Ну, такой уголочек сделала скругленный. Подумала, что ну хоть чем-то я выпендрюсь в этом макияже или нет. Ну, помада у меня, как вы уже поняли, из этой же палетки, помад, только вот сам последний оттеночек вот этот. Без карандаша, без ничего, просто помада и все. Ей же контур нарисовала. Для лица я использовала полностью палетку Hourglass с леопардами, с леопердами. Уже заказала, кстати говоря, две новые палетки из дропа вот этого года. Все, кроме лотоса. Лотос самый темный и он мне не очень-то и нравится именно по картинке. Я использовала вот этот скульптор, вот эти вот двое румян смешала и нанесла вот этот хайлайтер, в общем-то, все. А, ну, кремовый скульптор у меня это бронзер от Fenty в оттенке 03 Makiato. Вот такой вот у меня получился макияж. Палетка крутая, но о том, в чем именно она крутая и какие, может быть, в ней есть все-таки нюансы, мы с вами обсудим в выводах к этому ролику, который будет сразу после кадров с мобильного телефона. Но перед ними мы еще и посмотрим на макияж целиком. Я не особо старалась как-то запудриться, да, заматироваться, потому что все равно сейчас смываться. Буквально через 10 минут я уже буду в кроватке, в люльке лежать, все, видеть свой десятый сон. И, в общем-то, легкий вот этот вот влажный блеск на моем лице хуже точно не делает. В общем, вот, смотрим на макияж. Все супер, все классно, все мягенько, все вообще. Вы знаете, обзор ровный, четкий, без сучка и задоринки. Все было идеально. Прям вот не к чему прикопаться. И как-то все прошло, прям вот я даже не заметила. Четыре макияжа просто вообще пролетели. И все так, знаете, как-то по инерции и красиво, и лаконично. Я уже, мне кажется, говорила, да, вот эти вот слова относительно этой палетки. Ну, лаконичность, ну что поделать. Вот я бы здесь разве что потушевала немножечко, да, возможно, побольше. Но, в общем-то, как будто бы и так идеально, да. Ну, скажите, красиво, вот макияжи все красивые. Вот как на подбор. Что-то я прям чувствую, что я, вы знаете, в 6 утра уже как будто бы все сдохло. Но макияж оторобанила, вы знаете, за милую душу. Я очень счастлива, что палетка такая беспроблемная. Потому что если бы сейчас чем-то столкнулась, по ходу дела, я бы, наверное, не вывезла. А так все прям было, вот прям, вот знаете, прямо песня. Ну, посмотрите на это. Да, возможно, это простенько. Да, это не какое-то мультихромное сияние, к которому мы с вами на моем канале уже привыкли. Но от этого палетка не хуже. И макияжи от этого не менее красивые. Они просто, вот знаете, такие клиентские, повседневные. Ну, для меня это повседневный макияж. Я же не знаю, что здесь такого. Вообще, абсолютно носибельные цвета. Нет ничего ворвиглазного. Все очень красиво и очень по-осеннему. Все, мои хорошие. Давайте посмотрим теперь с камеры телефона. Я думаю, что сейчас в 6 утра, надеюсь, соседи не будут шастать по личной клетке и не спалят, что я там делаю. Опять свои грязные делишки. Слушайте, мне нравится комбо лайнера, карандаша и туши. Классно. Мне реально нравится этот цвет больше, чем битюбум. Битюбум прям фиолетовый. А это больше бортовый. Очень красиво. В сочетании с вот этой вот колористикой рыжей-зеленой тоже круто смотрится. Здесь спаркл мощный, такой красивый, яркий, блестючий, прям кайфовый. И все цвета красивые. И все смешалось вот как-то вот, знаете, комбинировать можно, не перекомбинировать здесь. Все друг с другом сочетается хорошо. Рыжие-зеленые вижу вот так вот, знаете, прям скрепляются воедино. Пишите свои, конечно же, мнения в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Мне кажется, что эта помада сюда классно подходит. Она такая немножко, какая-то вот кирпичная тыкненная. Вообще супер. Вот какой глаз, интересно, она больше подходит. Вот под вот этот мне больше нравится. Все, я побежала. А то стрёмно, блин, реально, сейчас какой-нибудь этот толкаш выйдет. А у нас тут такие есть. К сожалению. Пятый финальный макияж. Как я и говорила в начале ролика, что этот обзор выйдет тогда, когда осень уже будет самым разгарен. Собственно, пролежал у меня этот видос на очереди пару недель. И вот мы здесь. Я, честно, я не помню, какие я там макияж делала прям досконально. Хотя два я уже смонтировала. Третий, четвертый пока еще нет. Но сегодня я этим займусь. Но финальный макияж мне сделать хочется, чтобы уже, знаете, поставить точку. И я думаю, что мы сделаем с вами какой-нибудь такой яркий, красивый каткриз. Прям, знаете, разложить вот эту вот сияху на клей. Сделать яркую тушевку какую-то. Возможно, какие-то сочетания будут повторяться, но сори. Я хочу взять оттенок фиксия, вот этот вот рыжий, и нанести его в складку. Кстати говоря, очень красивый цвет. Насколько быстро он наносится. Для многих это очень важно, критично важно, чтобы не было никаких танцев с губным и даже рядом. Чтобы этой формулировки даже не стояло. И посмотрите, насколько быстро я сделала складку. Все, больше ничего делать вообще тут не надо. Так как мы с вами уже много раз наносили оттенок каму-каму под бровь, я не буду это делать. И просто ограничусь вот этим вот цветом. Я его растушую под бровью просто больше, сильнее. А в саму складку нанесу интенсивнее. Дальше я беру кисть 136 от Manly Pro. Вот что бы я сейчас ни взяла, это будет повторением того, что я уже делала. Даже не знаю, поэтому чем вас удивить. Наносила ли я оттенок флакс коричневый на кремовые колотеи? Скорее всего, да. Поэтому я возьму оттенок фуши. Cream to powder форму. Cream to powder форму. На плотный бочонок. Набираю вот эту cream to powder. Плотно наношу на внешнюю часть глаза. Вот cream to powder стала какой-то пыльной. Как будто реально рассохлась. Уже совсем не похоже на крем. А прям такие пыльные кусочки от refill отлетают. Смотрите. Видите? Все вокруг в этой пыли. Ну вот, например. Видно. И сверху на вот этот оранжевый я бы взяла оттенок типа типу. Например. Извините за тавтологию. Это не специально. Давайте возьмем типу. Посмотрим, что получится. Конечно, мне не нравится, что тут вот для затемнения только, по сути, два оттенка. Один у willow. И второй это флэкс коричневый. Хотя, на самом деле, а зачем больше? Сколько тут должно быть для затемнения? 400! Но для какой-то вариативности, конечно, этого немножко недостаточно. Блин, случайно набрала оттенок флэкс. А давайте мы его туда нанесем. Вот прям на внешний уголок. Он, видите, у меня смешался с типу буквально на одной кисточке. Потому что я случайно тыкнула этой же кистью во флэкс. И получился вот такой вот уже совсем не коричневый. Во-первых, из-за того, что там подложка из-за этого желтого цвета. А во-вторых, из-за того, что я смешала его с оттенком типу. И он уже не такой просто теплый-коричневый, а какой-то болотистый немножко оттеночек. Ну и да будет так, в общем-то. Что-то тут у меня, видите, как-то в тушевке не очень красиво получается. Снова беру оттенок икси на Майклэра 19. И помогаю икси ей подтушевать границы. А то я же говорила, что больше никакой цвет брать не хочу. Так что сдерживаю свое обещание. Что-то у меня вот здесь вот случилось не очень красивое. Кстати, набрала оттенок фуши, который я назвала рассохшимся на палец. И вот на пальце он выглядит прям хорошо. Вот, видите, прям растерся у меня. Но при набирании реально может быть такой эффект сухости какой-то. Эффект сухости, сказала тоже. Попробую подтушевать вот эти вот границы как раз-таки этим оттенком фуши все еще. Он у меня был на кисти, новый я не набрала. И, кстати, им тушуются нормально. Может быть, дело в кисти, потому что она такая твердая. И здесь как бы, извините, но церемониться не получится. Такой кисти, мне кажется, тушевка любая поддастся. Это у меня, между прочим, ну аж, но я не знаю ее номер. Да, слушайте, все растушевалось хорошо. Наберу еще немного этого фуши и вот здесь пройдусь. Прикольно получилось, кстати. Такая красивая грязюка. Немножко оттенка флекс я еще наберу и поставлю на самое темное место. У нас все-таки будет каткрис, поэтому я бы хотела иметь явную такую точку интенсивности, куда я набью прям цвет. Как это все повторить на втором глазу, интересно. Потому что я такие делаю комбинации, смеси, миксы. То это будет не так уж и просто. Немного также флекс коричневый увожу вот так в складку. И набираю его же снова на нижнее веко. Мне больше тут ничего не остается делать. Оттенок Иксия у нас совсем пропал, но я его немножко обновляю. Той же самой нашей первой кистью Китти. Я бы еще оттенком Цитрин прошлась по нижнему веку. Он тоже такой грязненький. Хотя они тут, в принципе, в основном все грязненькие оттенки. Беру базу от Бернович. Там уже почти ничего не осталось. И базу наношу по форме нашего будущего каткриза. Так давно этого не делала, кстати, уже. У меня был каткрисовый детокс. Хотя есть такие сияхи, что это вовсе не обязательно, но очень сильно захотелось. Возьмем, пожалуй, оттенок Макия на внешнюю часть. Вау, как ярко загорелся. Я немного поторапливаюсь, чтобы база не успела засохнуть. И на чистую сторону кисти набираю оттенок Коумо Рэби. Вау, как красивый переход между ними получился. Оттенок Плантазия я тоже набираю, как без него обойтись. И его на внутренний уголок. Я думаю, что на этом можно заканчивать макияж смело. Возможно, я немножко форму подотру, потому что опять я как-то слишком сильно, видите, вниз ушла. Вот так вот было бы гораздо лучше. Ну, в общем, по шаманю там что-нибудь. Второй глаз будет у нас абсолютно такой же, поэтому я пошла его делать. Надеюсь, получится хоть немного похоже. Я себе натушевала второй глаз. Очень быстро, кстати говоря, это сделала. И посмотрите, ни одной осыпашки нет вообще. Блин, ладно, немного посыпалась, но я столько цветов использовала, сколько на слое не сделала. Я считаю, что это очень хороший результат. В принципе, если постараться, то можно реально без осыпания все это сделать. То есть снимать излишки вот это вот. И вот эти вот всем заморачиваться. Я просто вообще не заморачивалась. Кажется, получается что-то плюс-минус похоже. Я на финишной прямой. Я доделала макияж и сразу подключила жесткий свет, чтобы мы сразу с вами насладились блесточками красивыми. Переливы стали гораздо ярче на базе от Берновича. Это 100%. Мне нравится сочетание вот этого рыжего в складке и такого прям зеленого, какого-то грязно-золотистого, что ли, оттенков на подвижном веке. И нижняя, конечно, классно выглядит с этой сияшкой, которая типа доохромная. Но мы с вами выяснили, что доохромная, она весьма номинальна. Использовала такое матовое комбо на губах. Это у нас помада и карандаш от KKW Beauty. Очень старая коллекция. Карандаш Honey 1 и помада тоже Honey 1. Такая комбинация. Эти помады и карандаши уже давно не выпускаются. Это прям древнючий-древнючий-древнючий вообще запуск. По-моему, одна из последних коллекций или даже последняя перед тем, как бренд схлопнулся. В общем, вот такой макияж. Давайте теперь отдалимся и посмотрим на него при более, скажем так, естественном освещении. Насколько оно может быть естественным при трех источниках света. Итак, ну что у меня на лице? Я взяла румяны, которые нашла. Просто вся вещь осталась. Сегодня разбирала всю косметику, которая у меня есть в залежах, в ящиках, в шкафах, везде. Нашла вот такие вот румяны от MAC. Которые вообще из какой-то древнючей коллекции. Glow Play Blush. So Natural. Они делают... Вообще-то они выпадают из рефила, если что. Я их сегодня туда героически вставляла. Но они оттенка, знаете... Я даже не знаю, как вам объяснить. Но вот вы видите их на моем пальце? Вот они. Вот. Это прям концентрированное нанесение. Но на моих щеках этого совершенно не видно. Я не знаю, что с ними делать, честно говоря, с таким оттенком. Но это прям нюд, нюдецкий для тех, кто вообще боится румян. Либо у кого прям белая кожа. Также сегодня использовала кремовый скульптор-бронзер от Fancy. В оттенке 03 макеата. И, конечно же, сухой скульптор от Chic. А он все, не заканчивается. И не заканчивается. Это уже просто невозможно. Когда? Когда хоть будет дырочка какая-нибудь? Дальше я взяла палетку с леопардами от Hourglass. И использовала отсюда смесь румян и скульптора на щеки. Поверх этих кремовых румян, которые на мне совершенно не было видно. И хайлайтер. Вот этот вот золотистый на скулы. И под бровь я нанесла тоже. И пудра у меня от Dope Cosmetics. Естественно, моя любимая чека. Я даже купила себе запасную. Хотя у меня есть Givenchy, у меня есть Fenty, у меня вообще куча пудр. Но это я купила про запас, потому что была классная цена на нее. И она реально мне очень сильно нравится. Я так отвыкла от матовых губ, что мне хочется хоть какой-нибудь блеск нанести поверх. Потому что это просто невыносимо. Пожалуй, я возьму вот этот вот молочный блеск в оттенке Milk от Dope Cosmetics. Я так отвыкла от матово-сухих текстур, что у меня как будто в губы аж печет. Просто невыносимо. Так гораздо комфортнее. Наклеила реснички какие-то из сотен, которые у меня лежат в ящике с Алиэкспресс. Ребят, правда, не могу подсказать по моделям. Часто спрашиваются, что за ресницы. Я понятия не имею, потому что они все в одинаковых белых таких упаковках. И по какой конкретно ссылке их можно достать, я честно не имею ни малейшего понятия. Дико извиняюсь. А в слизистой, кстати говоря, у меня карандашик от бренда Chantecale. Вот такой вот. Это оттеночек Olive Bracade. Классный. Посмотрите, какой зеленый темный карандаш с блестками. Кстати говоря, его аналог это карандаш Beauty Bomb из коллекции Hooligans. Там тоже есть зеленый оливковый с блестками. И в общем, вот наш финальный завершающий макияж в этом обзоре. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть все, что я сделала с этой палеткой. Хоть макияжи и простые, но мне кажется, довольно показательные. И, насколько это возможно, разнообразные в предоставленной нам цветовой гамме. Поэтому давайте посмотрим сейчас на макияж с камерой мобильного телефона. А потом, конечно же, будет калаш. Мне что-то муж сделал с камерой айфона. Не знаю, лучше стало или нет. Скажите, пожалуйста. Как-то дерганно как будто смотрится. Ну, в общем, вот наши сияшки. Они очень яркие, очень красивые. Прям на базу как будто бы то, что нужно. У нас сегодня макияж прям олицетворение палетки. Смешение оранжевой-зеленой гаммы. Мне кажется, что выглядит очень-очень прям по настроению. Прям по настроению погоды. Знаете, обычно я вообще не люблю подбивать макияжи под сезоны. Ну, типа, какая разница. А сейчас, знаете, вот искреннее прям желание осенью делать себе рыжие-зеленые макияжи. Но я не могу. Так, у меня ресницы отклеилось. Давайте ей поможем уже. Ну, без ресниц как-то немножко грустно. Да, выглядит? С ними прям повеселее. Чутка носите карандаш слизистый, посмотреть, как красиво он подходит под макияж. Ну, вот с диноны всегда так. Макияжи, в принципе, выходят какие-то жизнеспособные, очень носибельные. Такая люксовая, дорогая женщина. Я буду очень рада, если вы проголосуете за наиболее понравившийся вам макияж в этом ролике. Сейчас будет коллаж по традиции, где будут все пять макияжей из этого видео. Пожалуйста, в комментариях напишите, какой понравился вам больше всего. Желательно, чтобы комментарий был немножко развернутый, а не просто циферка или смайлик. Потому что YouTube зачитывает комментарии, которые имеют в себе минимум пять слов. А теперь вы воды. Я уже продала палетки от Диноны, Ретро и Глэм, кстати говоря. Потому что я понимаю, что я ими не буду пользоваться больше. Они себя немножечко изжили в моей коллекции. У меня куча всего похожего. И те палетки для меня уже все, не актуальны. Но юбку я оставлю. Если я захочу сделать макияж в этих цветовых решениях, то я приду к этой палетке, потому что цвета сработают безукоризненно совершенно. Ни одной проблемы не было. Ни с одним оттенком. А это чего-то достоит. Я люблю палетки Диноны за то, что они просты в использовании. Вот просто взял, натушевал вот как-то вот так. Вот и все красиво. Потому что, да, они могут быть какие-то очень нюдовые, очень такие неразнообразные по цветам. Но все равно они полностью рабочие лошадки. И это круто. Давайте посмотрим, например, на Авито, за сколько сейчас можно купить палетку Юка. Мне кажется, что тысяч 6-7 это прям потолок. Ну да, вот смотрите. Новые палетки у продавцов с рейтингом 5 звезд по 6 тысяч ровно висят. Ну ладно, окей. 7500, но это, конечно, редкие объявления. 6-7 ровно. В общем-то, какой-то такой ценовой диапазон. Я в этом макияже чувствую себя роскошно. Он красивый, он люксовый, он богатый, дорогой, вот в стиле Наташи Диноны. Потому что у нее все вот такое вот коммерческое. Это то, что нравится людям. Если у вас теплая внешность, да, там кожа с желтым потоном, как у меня, то я уверена, что вам эти цвета подойдут 100%. И цвета из этой палетки будут вашей кожи втушевываться просто как по маслу. Если вы холодная девочка и вас смущают рыжие цвета, то здесь говорить, к сожалению, не о чем, потому что вам, скорее всего, не зайдет. Вот рыжие цвета, которые на мне нормальные, будут на холодном смотреться как выкрученные просто на максимум. И многим это не нравится. Но я лично считаю, что все можно обыграть. Если вы хотите попробовать, то почему бы и нет. А конкретнее обыграть макияж можно макияжем лица, помадой. В общем, сделать все в одной гамме, выдержанно. Но здесь вопрос больше комфорта. Если вы такие цвета на себя не приемлете, то селяви, может быть, когда-нибудь что-то и изменится. Вкусы меняются, знаете ли. И лично я любила на себе, на желтой коже, делать холодные вот эти контуры серые. Но, знаете, потом я поняла, что на самом деле я загоняла себя в какие-то рамки, да, потому что везде был тренд на холодные вот эти вот тени под скулой вот этого все. Но это все херня. Главное делать и что по кайфу. Это основное. Я не буду проходить по каждому отдельному оттенку. Мы все это рассмотрели максимально подробно. Просто могу сказать, что я у себя ее точно оставлю. Это палетка, которая будет у меня работать, особенно сейчас по осени. Мне реально хочется сделать такие макияжи. Хотя, на самом деле, у меня вот еще есть классная палетка от Nomad, зеленая, которая Ирландия. Еще ко мне едет новая Nomad палетка. И вот там тоже такие вкусные цветовые гаммы. Короче, пусть у меня таких осенних палеток несколько, десятков, наверное. Но все равно для Юки будет отдельная мисечка в моем сердце. Кстати говоря, Юка это почти имя моей кошки. Так, у меня кошку зовут Юко. Юко это по-японски дитя тьмы. А это Юка. Ну, знаете, многие не разбираются. Юка, Юка, какая разница. Ну, в общем-то, созвучно. Поэтому, да. Тут тоже есть повод для того, чтобы оставить ее у себя. Знаете, лучше поздно, чем никогда. Все-таки обзор на эту палетку вышел. Я очень этому рада. Она лежала у меня больше года, наверное. Ждала своей очереди. И вот настало ее время. Также я хочу сделать обзоры на палетки Huda Beauty, которые Empowered и Grunge. В общем, я хочу пройтись по таким коммерческим палеткам. Также у меня будет следующий обзор на Pet Magrat и на бренд Isamaya, потому что я закупилась ими в Золотом Яблоке. И мне кажется, что надо поделиться с вами своими покупками и вместе с вами их протестировать. И, конечно, если эти бренды вам интересны, то подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А еще переходите в мой Телеграм-канал. Там много распаковок, много лайфстайла, скажем так, кружочки постоянные. Показываю своих кошек, свою жизнь, в общем-то, все, что меня окружает. Также выкладываю дополнительный косметический контент и еще много парфюмерии. Это моя отдельная слабость. А еще, конечно же, мой Boosty. На нем этот обзор был доступен еще несколько дней назад. И там, в принципе, все обзоры палеток у меня выходят ранними доступами. И вместе выпускаю два дополнительных эксклюзива. И еще там проходят закрытые стримы каждую последнюю субботу месяца. Так что присоединяйтесь. И на этом все. Я буду очень ждать ваших лайков и комментариев. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.